здравствуйте друзья у вас на экранах светлана которая у нас работала в школе недолго правда недолго работала а потом вот решила тестером стать вот резюме спроворили практику прошла сейчас на рынок выходит ну хорошо а теперь у нас тут ну такой прямо языка гость и не гость у нас уже давно человек на канале неоднократно снимался правильно так сергеем зовут уехали в лос-анджелес или вы приехали оттуда когда-то вообще уехала оттуда туда я переехал когда учился в школе получил первую реальную работу то есть туда поехали потому что получили работу первая реальная работа если не секрет там сколько платила первую реальную работу я выдолбил на 70 на 70 тысяч 35 долларов в час в среднем а 35 долларов час это был контракт они 70 тысяч год это когда 75 тысяч год хорошо большинство людей не понимают это была постоянка до 7 постоянка 70 больше чем 35 тоже там все-таки оплаченный отпуск там бенефит какие-то есть это больше чем 35 ну чё же хорошо значит и сколько там поработали поработала четыре месяца это был очень-очень стартап потом стартап развалился потому что деньги закончились так но это был плюсик да потому что каждый раз когда ты меняешь работу ты имеешь немножко сверху вот это вот так и за пару недель поиска я поимел немножко сверху еще плюс десятки тысяч уже получал 80 вы прямо повторяете мой путь я каждый раз менял работу десятка сверху было а то и больше так последний раз чуть больше было двадцать пятка сверху как вы уже сколько и работает работ 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 поменял три за полтора года честно сказать то есть вы уже такой мошки богатенький буратино получается ну не сказал бы что богатый буратино хочется еще больше конечно что там у нас вот этот лос-анджелес правда что там вот девки симпатичные прямо табунами ходят это есть такое это голливуд сказывается или что скорее всего голливуд плюс пляж теплая погода цены не такие сумасшедшие как в силиконовой долине и ну да скорее всего это голливуд все хотят все красивые хотят фильмах сниматься приезжают такие беспредрассудков мужской девки да хорошо так то есть есть где можно сказать свободное время разгуляться от работы хорошо так а вы что-нибудь такое крутое подучили за это время вот за что вам деньги твой не то слово что подучил у меня за последнюю неделю просто мозг взрывался и я понял за что мне деньги платят то есть только сейчас поняли да но под этого я так я более-менее там что-то вручную тестировал автоматизировал на легком уровне на легком уровне фреймворка такие как есть на вас что-то такое написано прям какой-то statement test all the things да так хорошо тестируем все подряд да что говорил помнили за что деньги платят да да раньше просто автоматизировал скажи мне был такой легкий уровень автоматизации я так по минимуму использовал фреймворк а сейчас я уже как бы начал писать фреймворк с нуля ну я вам скажу люди которые с нуля пишут фреймворки а на чем пишите то она уже современная версия java script а окей люди которые пишут фреймворки у нас вот тут тысяч там 120 получают ну значит чуть-чуть потренируемся будем там получать хорошо хорошо ну что же тут у вас у него лаптоп друзья он что-то на нем делает а вы чё в наш края то чего а в гости заехал но вы же нет не приехали из вас саживался именно ради этого заехал друзья у меня здесь куча друзей осталось это учился жил вы расскажите пусть тоже едут в лос-ан-джелесе а то они тут все должность позанимали с работой там нормально в лос-ан-джелесе с работой повсюду нормально я думаю просто нужны специалисты вы подадите специалисты вот из школы человек как-то специалисты нужно учиться после школы чтобы хотя бы чувствовать себя как специалист может даже не быть им но преподать себя как специалист но это отдельный навык да то есть поиск работы как бы интервью проходить надо за день за два просто подготовиться к интервью и можно почти каждую работу получились хорошо подготовиться хорошо то есть вы может сказать полтора года после окончания а приехали вы какой-то совершенно другой страны откуда-то вы из серединной америки вообще из северной дакоты я там пять лет работал на ферме если не ошибаюсь вы можете сказать что вы фирмач фармбой так как там на фермах там девки как девки там челки на полях мало там девок девчонок нету там очень мало как бы я жил в городке в котором было население 15000 вам мало но я работал в 40 40 милях от города поэтому я ездил только за продуктами я понял ну хорошо то есть все вы дорвались уже ладно ну что же давайте может быть есть какое-то напутствие тем кто начинает учиться вот что главное что главное да как я вчера объяснял ребятам школе школе чем друг от друга отличаются все студенты это три вещи если в камеру три вещи самое первое это personality это кто вы есть по жизни можно все разные ну да но если у вас хороший персонал и вы дружелюбный это одно если вы человек какашка это другая а второе это ваш уровень английского это тоже как бы важно важно и третье это то что вы учите после школы потому что в школе вам дают совсем одинаковые знания а если вы после школы учите еще что-то там после школы это после урока до после урока ведете домой еще покупайте секунд там курсе или вообще бесплатно видите смотрит на на тысячи видео на ю тубе есть а я думаю что вы всех наших ты не пересмотрите если на ю тубе смотреть надо одного того что мы вам даем там не доглядеть но если все переглядеть тогда будет другой уровень так что ты хорошо то есть быть и как бы таким что называется proactive то есть да иметь какую-то внутреннюю активность и стараться подгрести больше чем вот в программе так точно хорошо а есть вот люди например негатив собирают ходит он и вот если где-то услышит эту какашку он ее сразу к себе и потом всем раздает есть такие люди здесь или ну по жизни конечно есть много таких я думаю что у нас есть но просто как-то это может быть не самый распространенный такой типаж надо так увидел сразу да у меня это называется увидел пьяного отойди да 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 именно так но хорошо начаться друзья мы вот ведь это тортик тортик сергей вы принесли тортик правильно точно чистки их дали что понял мексиканская вкусняшка понял ну что вы как начинающий нет вы уже профессиональная красавица но начинающий тестер вот вот вы сергей продолжающий а ну да да вы уже немножко немножко есть что продолжить значит вы вот его слушали сейчас на рынок вышли чего вы поняли для себя на вооружение что-то взяли да главное self-confident и self-development то есть развиваться постоянно развиваетесь постоянно читать дополнительную литературу муж не говорит что вы его забросили нет надо все успевать вот это важно это важно а то знаете вот это вот это вот голова болит знаешь говорят это вот это 8 до тестеров у тестеров с этим делаем все хорошо надо надо соответствовать во всех сферах и не давать себе засохнуть